Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи журналист белорусского телеканала «Белсад» Дмитрий Мицкевич. Здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, также пишите в WhatsApp 2306191. Для тех, кто звонит из-за рубежа, вот Латвия плюс 371. Присоединяйтесь. Выборы в Беларуси намечены, президентские выборы в Беларуси намечены на 9 августа, но вот эта вся предвыборная история, она вышла уже далеко за рамки только Беларуси, освещается во всем мире, и мировыми изданиями, и СМИ. Стало известно буквально вчера о том, что главному сопернику действующего президента Беларуси Александру Лукашенко отказали в регистрации в качестве кандидата. Как это восприняли в стране и как это освещалось? Ну, смотрите, восприняли, понятное дело, негативно. И, собственно, вчера это вылилось в первые акции протеста. Люди вышли на улицу. Это своеобразная такая, даже я бы не сказал, что это протест. В принципе, не было каких-либо таких агрессивных действий. Просто люди вышли на улицы, люди гуляли вдоль улиц, аплодировали, им сигналили автомобили. Люди выкрикивали определенные незамысловатые лозунги типа «Стоп таракан», «Живе Беларусь». Вот все самое простое. Как бы приехал ОМОН, ОМОН пробовал винтить людей. И получилось плохо. На самом деле, потому что люди очень быстро поняли, как нужно убегать, как нужно скрываться, а потом появляться снова в каком-то другом месте. То есть эта акция протеста, так сказать, постоянно появлялась тут, тут, там, то еще где-то по городу. То есть реакция такая. Насчет освещения, что я могу сказать? Ну, все СМИ про это сказали. Я вчера сам про это прямой эфир провел. Ну, на самом деле, заинтересованность людей очень большая. Это смотрят. Это, в принципе, людям интересно. И люди, на самом деле, накалены. То есть потому что, как бы так сказать, на самом деле народ просыпается. То есть экономическая ситуация ухудшилась. Люди посмотрели, а тут еще такой беспредел творится, на самом деле. И решили, что нужно вот, нужно как-то что-то с этим делать. То есть получается, что вот такая аналогия, которая у меня возникла, это как Россия боролась с телеграммом, потому что его вроде как Роскомнадзор блокировал, но он все равно появлялся, и в итоге даже сами чиновники пользовались телеграммом. Получается, и с протестом так же. ОМОН приезжал, люди исчезали, потом снова появлялись, и ничего, по большому счету, не меняло. Ну, смотрите, сейчас происходит что? Некоторых людей все-таки задержали, и сейчас им пробуют шить уголовное дело. Сегодня мусора заявили, что... Ну, у меня по-другому их язык не повернется называть, потому что это не сотрудники милиции. То есть это те, кто творит самый настоящий беспредел. Они заявили о том, что будет инициировано уголовное дело по поводу, скажем так, организации незаконных массовых мероприятий, а, нарушений, как это называется, нарушений общественного порядка. Ну, вот формулировки еще такие, которые, в принципе, простой человек понять не может. Нарушения общественного порядка связаны, сопряженные с грубым неповиновением сотрудников милиции. Вот, то есть это непонятно еще пока, кому это будут шить, то есть кого они будут признавать организатором этого мероприятия, потому что организаторов фактического нет. То есть люди сами просто организовались и сами вышли. То есть, на самом деле, единственный тут организатор, который это может быть, это Лидия Михайловна Ермошина. Вот, наверное, ее надо обвинить в этом мероприятии. Ермошина – это глава Центра Сбербурга Белорусского, то есть которая приняла решение о нерегистрации Виктора Бабарыка кандидатом в президенты. Поэтому, ну вот, наверное, ее нужно обвинить по этой уголовной статье, потому что, ну, в принципе, я других, как бы, кандидатур не вижу. И, на самом деле, будут людям, которых задержали, уже известно о том, что им, наверное, будут пробовать шить уголовку. Это участие в незаконных массовых мероприятиях, неподчинение милиции, там, наверное, будут какие-нибудь там нанесения травм сотрудников милиции. То есть вот каким-то таким образом, кстати, вот, да, развеаналогию с Россией провели. Это, скорее всего, вот аналогия с тем самым пластиковым стаканчиком, который полетел в сотрудника милиции в России. Это вот приблизительно из той же оперы. У нас звонок радиослушательной линии. Да, примем звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Да, слушаем вас. Добрый день, Александр. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, людям надоело. Это все понятно, так сказать, усталость одного человека. Но объективно посмотреть, бардак везде творится. Вы что думаете, в Латвии лучше или в России? Да, Александр, вопрос задавайте. Сейчас у нас нет времени на то, чтобы дискутировать. Я хотел вопрос задать. Пожалуйста. Вы объективно как оцениваете обстановку относительно других, так сказать, буржуазных стран Белоруссии? Обстановка прекрасная по сравнению с другими. А как вы оцениваете? Спасибо. Спасибо вам. Да, такой комментарий. Следите ли за обстановкой в других странах, соседних, например? И страны. Замечательно. Мне очень нравятся позиции таких людей. Обожаю таких людей, которые очень любят рассказывать, как в Беларуси замечательно. Судя по голосу, наверное, человек, может быть, опять же, не берусь судить, но, наверное, человек, может быть, пенсионного возраста, я бы очень хотел посмотреть и послушать его риторику после того, как бы он получил пенсию размером в 150 долларов в Беларуси, с учетом того, что многие цены на продукты приблизительно такие, как в Латвии. Я бы очень хотел посмотреть на то, как этот мой человек заговорил. Это первое. Во-вторых, здесь тоже стоит сказать про тот же самый порядок. Это, знаете, вот из рубрики «Все хорошо, пока все хорошо». Пока тебя не касается этот беспредел, который происходит в белорусской законодательной, судебной системе, то ты исполнительный тоже. То есть, пока ты с этим не сталкиваешься, тебе, наверное, вот все хорошо. И сейчас просто в стране все больше и больше людей, которые с этим сталкиваются каждый божий день. Поэтому, в принципе, и настроения такие. То есть, я бы сказал, что, опять же, если сравнивать с соседними странами, в принципе, что мы можем сказать? Во-первых, экономическая ситуация в Беларуси самая низкая, только средняя зарплата среди всех стран-соседей, кроме Украины. Однако, в Украине средняя зарплата реально растет в последнее время. И уже, я думаю, в ближайший год-два мы увидим точно такую же среднюю зарплату, как в Беларуси. И тут еще я хотел бы отметить, что вся Южная Беларусь при этом ездит закупаться в Украину. Вся, поголовно. Потому что там цены на некоторые продукты бывают в четыре раза меньше, например. То есть, вот как бы очень такая простая арифметика. Поэтому, что здесь стоит сказать? Да, за ситуацией в других странах мы смотрим. И, в принципе, хороший показатель того, как беларусы оценивают, в какой стране лучше, то есть, да, живет ли кто-либо лучший из стран-соседей, лучший показатель – это то, что, например, сейчас… Ну вот, рабочая миграция. Например, хороших строителей в Беларуси найти сейчас практически невозможно. Просто по той причине, что они все в Польше. Или в Польше, или в России. Только на июнь прошлого года на территории Российской Федерации находилось 618 граждан Беларуси. Прошу заметить, не беларусов этнических, а 618 тысяч граждан Беларуси. И они туда явно не отпуск поехали. Прошу заметить, при населении Беларуси в 9,5 миллионов, в 618 тысяч, но это так нормально, процентов 10-15. Но это население города Риги практически. Плюс за прошлый год только Польша и Литва выдали вместе порядка, там около, ну в районе, там плюс-минус 100 тысяч рабочих виз для беларусов. На секундочку. Вот это, в принципе, вам хороший показатель сравнения, где лучше – в Беларуси или, вот как товарищ сказал, в буржуазных странах. У нас еще звонок. Да, что касается Латвии, пенсия, конечно, тоже у нас тут не очень велика, но тем не менее, здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Объясните вашему визави, насчет того, что у нас тоже здесь не с сахаром все намазано. Вопрос задавайте, мы сейчас не спорим, мы задаем вопрос в это интервью. Нет, здесь вы просто сидите и молчите тогда, когда он говорит о том, как у них все плохо. Вопрос задавайте, пожалуйста. У вас есть вопрос? У нас интервью. Вы девственник в политической арене или нет, раз такие вещи утверждаются? Что? Девственник на политической арене? Ну, это парично, вероятно. Да, наш гость – журналист, не политик, если вам, может быть, не было, может быть, вы не услышали вначале. Прокомментируете, да? Да. Что у вас с политической ареной? Ну, не знаю, видите, аудитория очень интересная. Опять же, наверное, человек в Беларуси не был, не знаю, не могу судить, но что я могу сказать. Но насчет политической арены, в принципе, сложно говорить о каком-либо политическом процессе, ну, какой-либо политической арене, когда в Беларуси нет политики. То есть нет политики, нет политического процесса. Если у вас в Латвии то же самое есть, у вас есть выборы, да, у вас есть предвыборная кампания, то есть у вас есть политические партии, организации, которые реально работают в этом направлении, которые занимаются политической деятельностью, в Беларуси этого всего нет. Опять же, это, в принципе, порождает довольно интересные штуки, довольно интересные явления, как та же самая горизонтальная структура теперешнего протеста. То есть если сейчас сказать, кто протестный лидер в Беларуси, кто вот руководит этим протестом, который происходит и однозначно еще будет происходить, его просто нет. Нет, возможно, это только к этому, к каким-либо действиям могут приглашать блогеры, да, призывать блогеры к выходу на площадь, например, однако, опять же, это не политические лидеры. Вот, в принципе, и все. Ну, вот Элайджа Вуд, мы знаем, поддержал кандидата, тогда еще кандидата на пост президента Беларуси Виктора Бабарика, актер, который исполнил главную роль в «Властелине колец» в саге. Насколько вот такой мировой шум имел значение в целом для Беларуси, для нынешней власти белорусской? В принципе, этот шум имеет значение, но смотрите, как это выглядит. Лукашенко побежал на Запад продавать историю о том, что Виктор Бабарыка, Сергей Тихановский, Валерий Цыпкало, что все альтернативные кандидаты поддерживаются Россией. То, что эта Россия хочет в очередной раз поглотить Беларусь, он хочет продать эту сказку, вот, эту российскую угрозу Западу, он побежал это делать в очередной раз. Вопрос в том, то, что его подчиненным, министру иностранных дел, то есть ему было просто прямо доведено, что в эти сказки Венского леса больше никто не верит. И верить не собирается. Лукашенко, вот, ну, вот это его стратегия, продать Западу российскую угрозу. России до этого он продавал западную угрозу, он рассказывал, что вот это там, опять же там, солдаты НАТО, вот придут, если меня сбросят с трона и так далее. То есть вот эти все вещи рассказывал. Ему не верят в России, в России не верят его сказкам про то, что разворот Беларуси на Запад и так далее. В России прекрасно понимают то, что Лукашенко на Западе никому не нужен. На Западе прекрасно понимают о том, что Лукашенко хочет сделать, то, что он таким образом просто продает, скажем так, пытается срубить денег, грубо говоря. Вот. Выглядит это именно так. Поэтому сейчас международного шума особо нет. Европейский Союз заявил просто о том, что происходит нарушение в Беларуси, о том, что это неприемлемо и так далее. Однако, насколько мне известно, до белорусского руководства уже было доведено, что, в принципе, ничем хорошим для них плохое поведение на этих выборах не закончится, получат очередной пакет санкций. Ну, как мы понимаем, 26 лет Александр Лукашенко уже находится у власти, и, как отмечали некоторые политологи, те, кто избирал его тогда, еще 26 лет назад, их уже даже нет в живых, возможно, некоторых людей. Каков сегодня реальный рейтинг Лукашенко в Беларуси? Как вы его оцениваете? Ну, смотрите, я думаю, что это процентов 30 максимум. Ну, 30 это при том по очень хорошим оценкам. Не знаю, потому что я делал в репортаже, я объездил нормальное количество небольших городов, опять же, регионов. Я сам из небольшого города происхожу, я вижу, о чем говорят люди, что они обсуждают, то есть какие у них настроения. Я могу сказать так, что в регионах, особенно в восточных регионах Беларуси, где экономическая ситуация хуже некуда, и где самым главным, вот опять же, еще раз расскажу про один феномен, где самым главным кормильцем в семье являются женщины в декрете, которые получают пособие по уходу за ребенком, потому что у мужа, например, зарплата в колхозе 200 рублей, а у жены пособие по уходу за ребенком почти 400. И, ну, то есть, можете себе представить, какая интересная структура общества складывается. Зачастую в некоторых регионах, там основные кормильцы семьи – это женщины и пенсионеры. И вот в этих вот восточных регионах рейтинг Лукашенко хорошо, если процентов 10, потому что люди реально находятся просто на грани выживания. А сейчас, когда закрыта граница с Россией, им стало совсем плохо, потому что если раньше там, в принципе, до одной трети всей рабочей силы просто постоянно работало на территории Российской Федерации, во-вторых, еще какая интересная вещь, что люди просто жили с того, что они возили из России продукты, а теперь это стало невозможным. Ну, вот, я думаю, что, в принципе, у них настроение там совсем не очень хорошее. Вот так. Сейчас сделаем небольшой перерыв на несколько минут, потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Да, мы продолжаем. Программа «Абонент доступен». Так вот, скоро мы вновь вернулись в эфир. Напомню, что журналисты белорусского телеканала «Белсад» Дмитрий Мицкевич с нами на прямой связи. И мы, кстати, ждем в том числе и ваших звонков, уважаемые радиослушатели. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Но говорили мы до перерыва о реальном рейтинге Александра Лукашенко. Я понимаю, что вы работаете в СМИ, которые так или иначе оппозиционно относятся к нынешней власти. Но все-таки есть ли за тот период времени, сколько Лукашенко президент, за что его похвалить, на ваш взгляд? Смотрите. Во-первых, начнем с того, что мы не можем как-либо предвзято к кому-либо относиться, быть оппозиционно или про. Мы стараемся, мы объективно показываем то, что происходит. Тут могут быть мое какое-то личное мнение в определенных вопросах. Это да. Но то, что наш телеканал занимается исключительно объективным освещением реальности, это наша политика. И мы стараемся избегать каких-либо, скажем так, подобных вещей, за которые нас можно было бы обвинить. Это раз. Что касается, за что можно похвалить Лукашенко? Ну, слушайте, есть, конечно, сферы, в которых достижения Беларуси более или менее в плюсе, с учетом того, что, ну, с поправкой на политические системы. Потому что, как мы знаем, авторитарные системы лучше работают в условиях, когда нужно мобилизовать, быстро мобилизовать ресурсы и реализовать какой-либо большой проект. То есть, ну, традиционно авторитарные системы работают в таких условиях лучше. Например, так произошло с белорусской ракетной программой. Когда было необходимо создавать белорусскую ракетную программу, в 2007 году была поставлена такая задача, и она была решена практически за 10 лет. То есть, через 10 лет мы увидели белорусскую реактивную систему залпового огня «Полонез», то есть, которая была создана фактически с нуля. Было налажено сотрудничество с китайцами, была создана платформа, был получен доступ к ракетным технологиям, то есть, и ракетная программа была реализована. Вот это реально плюс, да. Это реально было сделано хорошо. Это, ну, вот опять же, в авторитарной системе такое получается, потому что отдали приказ, надо делать, и люди пошли и сделали. Вот это, на самом деле, в таких сферах это работает. То есть, военно-промышленный комплекс в Беларуси в этом плане довольно хороший. То есть, вот та государственная база, которая была, ее получилось в многих сферах сохранить и развить. Это да. Вот за это можно сказать плюс. В принципе, не знаю, то есть, возможно, вот именно из-за недопущения приватизации некоторых стратегических активов, мне кажется плюсом. Опять же, вот это можно назвать плюсом. Да, в остальном, очень большие вопросы. А почему, кстати, на китайской платформе, учитывая, что Россия и Беларусь создают уже на протяжении многих лет союзное государство, и, в общем-то, у России все в порядке с ракетными технологиями, почему Лукашенко выбрал китайцев и китайские технологии для создания своей системы залпового огня? Во-первых, потому что Россия отказывается предоставлять какой-либо доступ к своим ракетным технологиям, это раз. Во-вторых, то, что, в принципе, Россия прекрасно понимает то, что открывает доступ к технологиям кому-либо другому, это девальвация ее самой, в первую очередь, на третьих рынках. То есть, это создание дополнительного конкурента. Я бы сказал здесь еще один важный фактор, то, что мы вспомним год, когда началось создание белорусской ракетной программы, это 2007 год, а 2007 год это первая нефтегазовая война между Россией и Беларусью. И вот именно после этих всех событий Лукашенко и принял решение делать самому, и сделал. У нас звонок. Да, примем еще звонок, слушаем вас. Извините, можно еще вопрос? Да, задавайте вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот вы говорите про ракетную программу для Латвии, это фантастика вообще. А вот вы назовите, какие товары, например, латвийские у вас продаются. Вот у нас, например, белорусские холодильники есть, есть мебель, водку почти все только покупают белорусскую. А что у вас есть латвийского, скажите? Ну, я не знаю, покупают ли все белорусскую водку, но тем не менее... Я бы не советовал, честно говоря. На самом деле вопрос... Вот этот вопрос мне тоже очень нравится, очень классный. Да, про белорусские продукты, про латвийские. Смотрите, во-первых, я, когда не так давно был в Риге, я из Риги тащил мясо копченое, например. Ну, потому что дешевле в Латвии, чем в Беларуси. Вот оно было, например. Опять же, что касается наших продуктов. Зачастую, очень часто так бывает, что в Беларуси те продукты, которые продаются на экспорт, вот прям как в Советском Союзе, зачастую в Беларуси имеют гораздо лучшее качество, чем те, которые экспортируются. То есть та же самая водка, которую вы купите в Беларуси и купите в Латвии, это могут быть два совершенно разных продукта. На секундочку. Очень интересная такая вещь. Насчет военного бюджета, вот насчет военных разработок, мне очень понравилось. А вы в курсе то, что в Беларуси военный бюджет меньше, чем у всех стран-соседов? В Латвии, сколько в Латвии населения, подскажите мне, пожалуйста. Меньше двух миллионов. Вот, меньше двух миллионов. Меньше населения Минска. Так вот, в Латвии военный бюджет больше, чем в Беларуси, в которой население больше в пять раз. Вот и все. Вот и заканчиваются разговоры о том, какие там приоритеты, армия и так далее. То есть поэтому, опять же, это еще один очередной миф, мол, Беларусь – милитаризованное государство. Этот миф очень живучий, но на самом деле военные расходы Беларуси составляют 600 миллионов долларов. Это меньше даже, чем расходы Эстонии. То есть, ну, все страны-соседки тратят на оборону больше, чем Беларусь. Все. То есть на этом разговор можно заканчивать. У нас армия финансируется по остаточному принципу. То, что были созданы ракетные технологии, спасибо Азербайджану, при помощи которого это делалось. Потому что своих финансов на это не было. Просто первым покупателем этих ракетных комплексов выступил Азербайджан. На что тогда в первую очередь финансируется в Беларуси, если мы говорим о том, что обороны уже нет? Финансируются органы внутренних дел. Понятное дело, потому что поддерживать, как они говорят, общественный порядок для них это очень важно. Опять же, там сложная структура финансирования, но вот на это деньги уходят. А еще очень много денег уходит на то, чтобы, в прямом смысле слова, закапывать их в землю. Например, на субсидирование убыточных сельских хозяйств, убыточных колхозов. Они напрямую субсидируются из бюджета, производят продукцию с отрицательной рентабельностью и продают ее в Россию по демпинговым ценам. То есть фактически мы из своего бюджета датируем русский. Потому что это делается только для того, чтобы поддерживать этот уровень занятости. При том, что люди в этих колхозах убыточных получают, ну если я сейчас в доллары переведу, там, например, зимой можно получить зарплату 50 долларов. Вот приводит человек, и это у него зарплата за полный рабочий день, на секундочку. Это, опять же, про миф о том, что в Беларуси очень классно, там, сельское хозяйство развивается и так далее. Вот очень хороший показатель. Еще очень тоже хорошая, скажем так, статья расходов бюджета мне очень нравится на субсидирование убыточных предприятий промышленных, которые тоже работают исключительно на склад. Вот, работают на склады, потом их продукция, скажем так, добровольно-принудительно приобретается, опять же, другими белорусскими государственными предприятиями по завышенным ценам. И вот так эта система работает. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Олег. Да, Олег. У меня несколько таких вопросов, комментариев. Сельское хозяйство ЕС тоже датируется, это, так сказать, для справочки. У нас, например, в Латвии датируется авиакомпания из государственного бюджета. Слава богу, что вы не тратите много денег на железо военное. Слава богу. Потому что мы с удовольствием бы не тратили бы, как население. И такой еще маленький вопрос. Я понимаю, значит, татаритарный режим, значит, Лукашенко власти и так далее, и так далее. Скажите, пожалуйста, 10% пойдут на выборы те, кто в госструктурах. Остальных что, с автоматами погонят на выборы? Вопрос такой вот. Да, спасибо. Ну, смотрите, на прошлых парламентских выборах явка составила, вот явка при подсчете, по подсчетам независимых наблюдателей, явка составила, вот по максимуму, это 25%. 25%. Властям это не помешало нарисовать, сколько там, 90%, и сказать, что выборы состоялись, все отлично, все замечательно. Никто никого гнать не будет. Есть куча форм голосования, которые они используют. Выездное голосование, например. Берется этот самый ящик, завозится за угол на автомобиле, привозится через 5 минут, вот себе наголосовало. Мне говорили на прошлых выборах, у меня есть данные, на одном из участков в Аршанском районе, там проголосовало 40%, проголосовало на дому. 40% населения. Ну, вот 40% избирателей на этом участке. Нам нарисовать явку, это вообще никакой проблемы нет. Поэтому, в принципе, тут призывы не ходить на выборы, и то, что для властей это создаст проблемы, нет. Вообще никаких проблем это не создаст. Потому что куча сведений, куча бюллетеней, куча сведений, куча этих самых документов, когда на участок за день по наблюдению пришло 10 человек, а написали то, что пришло 120. И вот, ну, и вот что ты будешь делать? И все, ну, все эти члены избирательной комиссии, как один говорят, да 120 человек пришло, это вы слепые, вы считать не умеете. И все. Ну, и... То есть вот... А потом, ну, ОБСЕ выдаст документ о том, что... Ну, издаст документ о том, что, да, были нарушения, все остальное, но белорусским властям это просто по барабану. А что касается наблюдателей, есть ли они на выборах? Смотрите, это вот для властей очень хорошо, потому что долговременной группы наблюдателей нет и, скорее всего, не будет. Поэтому... То есть это и кратковременные группы. Вот, поэтому, в принципе, для них это очень-очень удобная схема. Вот, если нет наблюдателей, можно делать все, что угодно. Опять же, в участково-избирательной комиссии практически никого из неподконтрольных властям людей не включено. Вот, при том, что там уже были очень смешные инциденты. Уже доходило до того, что в интернет выбрасывали переговоры этих членов комиссии, которые должны были включать, как они между собой обсуждают, кого включать, а кого не включать. То есть, ну, все это есть. То есть этих сведений куча. То есть эти власти это просто тупо не интересуют. Им по барабану. Еще звонок у нас. Да, еще звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Да, как вас зовут? Добрый день. Я звоню вашему гостю по такому вопросу. Вот мне кажется, что он как бы сравнивает только негативные показатели с Европой. А почему он тут не говорит про пенсии и зарплаты? Ведь в Белоруссии у меня живет там и сын, и дочь. Бензин там дешевле, газ дешевле, электричество дешевле, коммунальные услуги дешевле. Поэтому нужно зарплату соотносить с тем, что человек может за нее как-то купить. Это первый вопрос. Я как бы не согласна с этим, что он так говорит. Это слишком негативно. Теперь второе. Почему снят Бабарыка с выбором? Вы можете объяснить, какие причины, наверное, какие-то причины были, которые побудили белорусские власти его, ну, наверное, объясниться в каких-то грехах или что, почему он снят. Вы можете объяснить, почему он сейчас не может баллотироваться? Ну и третье. Все-таки так будем говорить. То, что вы говорите негативное, это то же самое и у нас, и то же самое и в России. И строители уезжают, и даже субтизирование идет, и все такое же. Поэтому как бы сравнивается только с хорошими, наверное, показателями. Ну и потом, вы, извините, ведь выборы проходили так, что жители проголосовали. Вы же не можете сказать, что жители не проголосовали. Ведь его выборили. У нас тоже выборы. Да, спасибо, спасибо, мы поняли вас. Вы только что говорили как раз на тему выборов, отвечал наш гость на этот вопрос. Ну вот, что касается бензина и... Квартплаты, электричества и так далее. Первый вопрос. Во-первых, сейчас цены на ту же самую, та же самая квартплата, коммунальные услуги, все это повышается. При этом очень интересно вот заявляют о том, что необходимо, чтобы белорусы оплачивали стопроцентную стоимость всех коммунальных услуг. То есть, потому, мол, сейчас субсидируется это все из бюджета. Однако, в отличие от Латвии, вот в отличие от европейских стран, мы не знаем, куда идут наши налоговые поступления, мы не знаем, как формируются все эти цены на коммунальные услуги, на газ и на все остальное. У нас эта информация закрытая. Мы не знаем, как формируются эти цены. Но мы исправили все ради, тоже не знаем, например, цену на газ. Мы получили много расследований на эту тему. И, например, в бюджетной сфере существует много фирм-прилипал, там, у которых фирм-посредников прилипал, при помощи которых выводятся средства, которые должны быть потрачены на вот эти вот субсидирования этих коммунальных услуг. То есть, по факту, многие коммунальные услуги должны стоить меньше. Да у нас есть футбольный клуб, который финансируется компанией «Белэнерго», которая занимается продажей энергоресурсов населения. То есть, вы понимаете, да, конечно, давайте тогда еще на эту организацию еще несколько футбольных клубов повесим, и тогда получится, что белорусы вообще за бесплатную электроэнергию получают. Чего угодно. Ну, справедливости ради, я здесь дополню, что мы, например, не знаем цену на газ закупочную, потому что это засекреченная информация, и меня всегда этот вопрос интересовал, почему именно цена на газ, по которой Латвия закупает у России, она засекречена. Так что в этом смысле у нас есть что-то общее, наверное, с вашей страной. Ну, что касается Бабарико, и, может быть, действительно он в чем-то замешан, в чем его обвиняют, могли бы вы пояснить? В чем он замешан? Во-первых, даже пока следствие молчит, пока говорят только государственные пропагандисты. Исключительно государственная пропаганда в нарушении закона, потому что, во-первых, его обвиняют в каких-то там финансовых махинациях, отмывании денег, доказательств никаких следствия не представляют. Поэтому все эти вопросы должно решать следствие. То есть, ну, как бы по закону так. И то, что делают эти ребята, это называется нарушение тайны следствия. Однако, опять же, никого это не интересует. Всем по барабану. То есть, ну, вот вся эта информация, скажем так, вылилась в информационное пространство, и что? И ничего не произошло. Хотя, в принципе, этих людей, наверное, нужно было бы привлечь к ответственности, которая эту информацию распространила. А на что они ссылаются? Какие у них источники тогда, если следствие... Они так прям открыто и говорят, вот следствие сообщает. Ну, то есть, по информации следствия, вот все, пожалуйста. Никто особо даже не переживает. Мол, мы провели расследование, они говорят, и выяснили. Вот. Очень интересно. Смотрите, еще какое интересное. Они даже публикуют кадры сочной ставки по барыка с его подчиненными. То есть, ну, представляют себе какой уровень, да? И ничего за это не происходит. Ну, уже интересно, да? Что касается его нерегистрации. Пока судом не принято никакого решения, в Центрисбиркоме ни про какие там нарушения или еще что-то говорить не могут. Потому что мы с вами прекрасно знаем, что есть такая вещь замечательная, как презумпция невиновности. Однако, вчера замечательная Лидия Михайловна Ермошина выступила и в роли судьи, и в роли прокурора, и всех остальных. И просто заявила вот о том, что вот Бабарыка, мол, делал то, то, то и это. И поэтому мы его не зарегистрируем. Баба! И все. То есть, при том, что это никак законодательно, это обосновать нельзя. Ну, вообще нельзя. Ну, вот такие вещи происходят замечательные, что я могу сказать. У нас еще... Вот такая у них логика. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Меня Анатолий зовут. Вы говорили тут гостям про пенсии, что там 150 евро, вот если бы в Латвии... Доллар. Я, знаете, получаю в Латвии, знаете, сколько? Сначала 70 евро, а потом 69. На работу на стройке, регустру, школу, прочее, да? Огромное количество людей получает пенсию 64 евро. Скажите, а в Беларуси тоже такие пенсии есть? Спасибо. Ну, вот я говорил, в Беларуси такие зарплаты есть, а не то чтобы пенсии. Вот. Поэтому я уже вот рассказывал про эту ситуацию в Восточной Беларуси, я рассказывал про то, какая там структура доходов у населения. В нем некоторые части населения. Так что тут повторяться смысла особо не вижу. Если продолжить тогда... В Латвии, слушайте, я не занимался изучением вашей, скажем так, вашей социально-экономической модели слишком сильно, тут я говорить не могу. Я просто из своих наблюдений, которые вот я несколько раз в Латвии был, мне очень понравилось, из того, что я видел, я могу сделать некоторые выводы, не более того. Если продолжить разговор о Лукашенко и других претендентах на президентское кресло, для чего, если мы говорим об авторитарной манере управления, и, как мы понимаем, у Лукашенко действительно серьезные рычаги власти, для чего, в общем-то, была попытка создать некую конкуренцию? То есть, это нужно было Александру Григорьевичу, или потом он понял, что Бабарик, например, очень серьезный кандидат, его можно закрыть? Вот как развивался этот сценарий, на ваш взгляд? — Смотрите, тут есть несколько версий. Во-первых, мы не можем утверждать, что и Бабарыка, и Цепкала — это кариатуры действующей власти первоначально. Я бы так не утверждал. Во-вторых, в принципе, я думаю, что они сами не ожидали, что они наберут такую популярность. Власти сами не ожидали, что эти кандидаты наберут такую популярность. Это, в принципе, еще раз говорит о том, что подтверждает тезис о том, что в Беларуси, в принципе, действующая власть очень сильно оторвалась от народа и очень плохо понимает то, чем этот народ живет. Потому что тут стоит просто сделать небольшой флешбек в историю. И Лукашенко себя всегда считал таким человеком от народа, поддерживал этот имидж. Однако прошло 26 лет, и народ немножечко изменился. Изменилась его структура. Народ из деревни очень массово переехал в города, и изменился его образ жизни. И поэтому эта риторика про трактора, про работу в поле, она больше не работает. И вот этот вот колхозный подход к решению вопросов, он тоже больше не работает. Он, в принципе, людей ничем не привлекает. Он их может только оторвнуть. Поэтому меняется власть, не изменилась, а вот народ изменился. Насколько системная оппозиция может действенно и способна ли она действенно противостоять власти как-то по-настоящему? Пока этого не видно, пока мы видим действие несистемной оппозиции, пока мы видим, скажем так, стихийный протест, я бы так сказал, и низовую организацию. И самое главное то, что, вот еще раз повторюсь, что нет ярко выраженных лидеров. Движение «Стоп таракан» вам не кажется слишком жестким? Потому что мне это напоминает, однажды я уже приводила пример в нашем эфире, геноцид Хуту и Туцци. Там как раз Хуту говорили так про Туцци по радио для того, чтобы расчеловечить, скажем так. Ну да, это геноцид в Руанде. Да, геноцид в Руанде. Вот не кажется ли вам это слишком жестким в отношении президента все-таки со стороны народа? Именно такое сравнение, такая интерпретация его. Ну скажите, а является ли, по-вашему, жестким садить человека в карцер без каких-либо на то причин? Думаю, что нет, конечно. Вот это, в принципе, и ответ. То есть они получают то, как они действовали на протяжении 26 лет. И «Стоп таракан», я вам скажу так, что если все это продолжится, то мне кажется, что «Стоп таракан» на фоне того, что мы можем увидеть, может показаться еще довольно либеральным образом. Ну что ж, на этом мы закончили сегодня нашу программу. Спасибо большое, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Журналист из Беларуси Дмитрий Мицкевич был с нами на прямой связи. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания. Спасибо. Счастливо вам.